К другим темам. Зарегистрировать автомобиль стало проще. Новые правила уже вступили в силу. Например, теперь при постановке авто на учет не обязательно предоставлять бумажную версию полиса ОСАГО. О том, какие еще изменения ждут водители, расскажет Елизавета Секретаренко. Восстановить госномер в любой точке России. Прийти на прием в ГИБДД с собакой-поводырем. Целый ряд новшеств в регистрации транспортных средств должен существенно упростить жизнь автовладельцам. Я думаю, это все сэкономит время для водителя. Потому что сокращаются административные процедуры, сокращается время проверки. Одно из главных изменений – ржавчина на госномере больше не помеха для регистрации автомобиля. Единственное условие – легко читаемые знаки. Если раньше они отправляли на экспертизу или как, сейчас это все упростили, я думаю, нормально все, правильно. Как-то надо народу помогать. Также водители могут не предоставлять полис ОСАГО при обращении в регистрационное подразделение. Инспекторы проверят его наличие через электронную систему. Зачем, говорится, бумажный носитель, если мы вступаем в век новых технологий. Я думаю, к этому надо стремиться. Однако садиться без распечатанного полиса за руль не стоит. Онлайн-база может в любой момент оказать медвежью услугу. Проверить можно, но не всегда бывает доступ к проверке, не всегда работают инвестиционные системы, может быть какие-то погодные условия, может быть какой-то обрыв линии связи. Особое преимущество дается автовладельцам, которые решили зарегистрировать свою машину через портал Госуслуг. После оформления заявления онлайн водители могут не ждать у окошка распечатки и сразу отправляться на площадку осмотра. Чтобы зарегистрировать автомобиль онлайн, нужно зайти на сайт госуслуги.ру, выбрать раздел «Регистрация транспортного средства» и затем нажать на нужную вам категорию. Если зарегистрироваться через портал, это поможет вам сэкономить не только время, но и деньги. Госпошлина обойдется на 30% дешевле. Одно «но». Чтобы скидка сработала, а вам не пришлось стоять в очереди, в момент оформления заявления нужно выбрать пункт «Электронная услуга». Водители, которые опробовали это изменение на себе первыми, довольны. Приехал, все готово. Раз, все. Не надо там писать, что-то спрашивать. Все дома, в спокойной обстановке. Кстати, новое постановление дает преимущество не только водителям, но и сотрудникам ГИБДД. Если госинспекторы обнаружат незаконные изменения конструкции автомобиля, то могут аннулировать его регистрацию самостоятельно. Елизавета Секретаренко, Алексей Зубила, Новости ОТС.